На планерке глава города Сергей Сергеев представил руководителям службы и общественности города своего нового заместителя. Людмила Терещенко будет курировать ведущая для Анапы направление, санаторно-курортный и туристский комплекс. Также новый заместитель будет руководить сферой торговли и общественного питания. О результатах оперативных мероприятий за прошедшую неделю доложил начальник отдела МВД по городу-курорту Андрей Терехин. Почти 4000 литров алкогольной продукции без лицензии разрешения на реализацию изъяли из продажи в магазинах, кафе и у частных лиц. На пляжах и в кафе города и поселка Суков 800 литров, из торговых ролетов на Пионерском проспекте 750 литров, из закусочных поселки Витязева 2390 литров. Материалы по всем нарушениям направлены в суд для принятия решения. О необходимости выполнения распоряжений главы курорта напомнила первая вице-мэра Анапы Светлана Яровая. Военно-исторические объекты должны содержаться в порядке постоянно, а не время от времени к праздникам. На сегодняшний день обследовано 45 памятников и исторических мест, и на каждом необходимо провести небольшой косметический ремонт, работы по благоустройству и озеленению. То же относится и к малым архитектурным форумам, за состоянием которых необходимо следить регулярно. Тему санитарного порядка в Анапе продолжил Сергей Сергеев, подвергнув суровой критике работу коммунальных служб и компаний, занимающихся вывозом мусора и ежедневной уборкой города. Внешний вид урн и состояние плитки возле них – несвоевременный вывоз отходов, грязная набережная и клумбы с засохшими цветами. И это еще не все, на что Сергеев обратил внимание ответственных служб. Скажите, почему в 8.30 мусор не вывезен? Я спрашиваю, почему в 8.30 не вывезен мусор? Есть график, нет? Конечно. Во сколько должны закончить? А почему в 8.30 не закончили? Почему с машины течет с вашей? Почему нет в урнах пакетов, шкорки арбузные? Почему? Вы анапчанка, нет? Коренная? Вам не стыдно, нет? Вы давно по набережной ходили? Так пройдите, посмотрите, что творится. Я вчера вечером прошел, вечером в 20 часов, и сегодня в 8 утра ничего не поменялось. Позиция «мы это не должны делать или не успеваем» – это халатное отношение к выполнению своих обязанностей и явное неуважение к своему же городу и его жителям. Почему так происходит? – был задан вопрос заместителю мэра Анапа Алексею Харитонову. Нареканий к курируемой замом в сфере слишком много. Я вас предупреждаю в присутствии всех. Последний раз объявляю вам устное замечание, прошу его внести в протокол. Следующего раза у вас не будет. Вы на правильном пути. Выходите на улицу вместе со всем управлением. Следующее кадровое решение, то, о котором я вам сказал утром, я приму сегодня до конца дня. На такой вопрос. Вы собираетесь работать или нет? Есть желание у вас? Желание есть. А работать будете или нет? Или может я что-то требую такое, что невозможно выполнить и все? Еще один проблемный вопрос, который вынес на всеобщее обсуждение глава – качество медицинского обслуживания в городской больнице. Анапчане жалуются и прежде всего на отношения медперсонала и врачей. Зачастую хамское и пренебрежительное. И это в то время, когда делается все, чтобы поднять престиж профессии врача и оказать всестороннюю поддержку молодым специалистам. Читаю эти жалобы, которые идут на центральную городскую больницу. Почему на Юровскую не пишут? Почему на Гостогаевскую не пишут? Почему на Анапскую только благодарности я получаю? Вот тот, кто давно со мной работает, они знают. Когда у вас была нищенская зарплата. Сегодня разговоры о зарплате неуместны. Понимаете? Просто неуместны. Губернаторам, властью сделано столько, чтобы врач получал и педагог достойную заработную плату. Но отношения обратного я не вижу. Почему нет предложений? Кадровые решения. Зачем такие люди вообще? Они не имеют права работать с людьми. Если к больному не подходят 2-3 дня, потом 2-3 часа, а потом начинают оправдываться. Замечание прозвучало и в адрес одного из кафе в центре города. Глава города возмутился по поводу качества услуг общепита и эффективности работы контролирующих служб. Сверхъестественных усилий от работников не требуется. Для порядка в городе вполне достаточно ответственного и вдумчивого отношения к своим обязанностям. Руководители и сотрудников городских предприятий. А также анапчан, бережно и уважительно относящихся к своему городу. Спасибо. Спасибо.